Дамы и господа, я рад вам представить очередной фонтан в Риме. Но это еще не самый известный фонтан. Это не фонтан Древи. Это несколько другой архитектурный памятник. Я потом представлю вам детальное его описание и его историю. А сейчас мы просто полюбуемся, как журчащие струи водицы поступают вниз, в чашу. Привет, друзья! Сегодня перед нашим взором раскинулась римская площадь под названием Пьяца Навона. Традиционно для выпусков про Рим мифы, легенды, сплетни и слухи. Название Навона родилось от древнеримского площадка для состязаний. Ранее, а именно до 4 века, здесь проводились соревнования. Навона в то время не имела вид площади, а имела вид полноценного стадиона с трибунами, входами и выходами, и, как полагается, зрителями и спортсменами. На стадионе проводились соревнования по бегу, метанию диска и кулачные бои. Ряды для зрителей располагались ярусами, опирающимися на сводчатые конструкции с внешними стенами с аркадами, облицованными травертином. Во внешних арках располагались лавки торговцев, ремесленников, а также бордели. Позднее, в средние века, части трибун стадиона стали застраивать домами, а арена стала площадью, на которой в том числе проходили бега. Стадион сохранялся как одно из немногих открытых пространств в средневековом Риме и продолжал использоваться для спортивных игр до 1477 года, когда сюда от подножия Капитолия был перенесен основной городской рынок. Только в 15 веке зрительские ярусы были полностью разрушены и заменены жилыми домами. Жила-была некогда Олимпия Мандальчини, родственница Папы Римского Иннокентия X Помфили. О нем мы упомянули в выпуске про виллу Дория Помфили. Она хотела реконструировать стадион по примеру императорских форумов. В ходе выполнения этого плана и был построен фонтан четырех рек и установлен обелиск. На дворе был 1649 год. Чтобы придать этой истории вкуса, скажем, что Олимпия имела любовные связи с понтификом, но это всего лишь легенда. Возможно, этого и не было. Здание, расположенное за фонтаном, называется Церковью Святой Агнесы. Она строилась для того, чтобы в ней был захоронен Папа Иннокентий. Но проект Помфили так и не был достроен, и Папу похоронили без особых почестей и пышных убранств церкви. Из просто сумасшедших историй упомянем, что Агнеса дала обет безбрачия, но к ней посватался никто иной, как римский Папа. После отказа Папе несчастную бросили обнаженную в бордель. По легенде, Агнеса укрывалась волосами, чтобы никто не бросал на нее взгляд. И от этого у мужчин терялась сила. По легенде, Людовизи, друг известного древнеримского архитектора Бернини, поставил макет площади в столовой Папы Римского. До этого объявлялся конкурс, но он был тотчас же отменен, ибо восхищению Папы не было предела. Проект пьяца Навона от Бернини был настолько прекрасен. В Древнем Риме любили соперничать не только на спортивной арене. Барамини против Бернини – это плодотворное соперничество двух великих архитекторов школы барокко, принесшее огромную пользу Риму, восславив его архитектуру на века. При строительстве церкви святой Агнессы, Барамини использовал интересный прием. Он сделал лицевую часть строения прогнутой формы. Если взглянуть на купол церкви снизу, то создается иллюзия, словно верхняя часть церкви наклонена вперед. Бернини в ответ изобразил фигуру Мавра с протянутой рукой, пытающейся удержать падающую церковь. А другая фигура с головой, покрытой плащом, чтобы не видеть работу Барамини. Из этого следует, что ансамбль под названием «Пьяца Навона» говорит о долгом и азартном соперничестве двух скульпторов Франческо Барамини и Джованни Бернини. Они оба работали над ее достопримечательностями, и каждый старался превзойти конкурента. Фонтан четырех рек. Статуи олицетворяют четыре реки в четырех концах света. Нил, Ганг, Тунай и Лаплат. Реки, в свою очередь, символизируют четыре части света. Африка, Азия, Европа и Америка. Обелиск венчает изображение голубя с ветвью оливы в клюве, эмблема семьи Памфили, из которой происходит папа Иннокентий X, так скажем, заказчик этого прекрасного проекта. На сегодняшний день пьяца Навона служит отправной точкой для многих туристических групп, и она любима местными жителями. Здесь собираются художники, разные поэты, музыканты и фокусники. Рекомендую для посещения в Риме. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и ждите следующих видео. До встречи. Пока-пока. Если строить скульптуру, то скульптура должна быть правдоподобной. Поэтому изображение гениталиев, это вполне нормально, я считаю. По поводу, скажем так, качества или насколько правильно все это выполнено, не будем спорить, как есть, так есть. Но сам факт, что не стесняются здешние скульпторы. Продолжение следует...